У нас в гостях Горбунов Александр Иванович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой информационных и управляющих систем Луганского государственного университета имени Даля и Проскуренко Александр, студент второго курса специальности информационные системы и технологии. Доброе утро! Доброе утро! Начнем с поздравлений, вы победили на Олимпиаде. Давайте делитесь, что это была за Олимпиада такая, как вообще все прошло. Хочу ваших впечатлений немножечко. Олимпиада была посвящена веб-дизайну. Было несколько этапов. На первом этапе нужно было создать сам дизайн сайта для чемпионата мира по сборке кубика-рубика. А вторым этапом это была презентация своей работы. Нужно было указать ключевые моменты, как проходила работа и показать вообще сам сайт. Сколько времени у вас ушло на это все? На саму разработку дизайна ушло около недели, может быть, двух. На презентацию поменьше где-то дня 3-4. Ну, в принципе, я думала, это там месяц, два. А вы в таком экспресс-режиме все и сделали. Да, потому что у меня уже есть опыт в разработке дизайна. Я этим занимаюсь уже порядка нескольких лет, поэтому мне не составило это такого большого труда. Ну, вообще, в принципе, какие впечатления от того, что вот вы победили? Это ничего себе! Было очень неожиданно, потому что совсем не думал, что я смогу победить в этом конкурсе. Было приятно и очень рад, что поучаствовал в таком конкурсе довольно масштабном. А вообще, откуда узнали о том, что будет проводиться подобная олимпиада? Преподаватель посоветовал поучаствовать в конкурсе. И вы поучаствовали? Почему нет, да, решил попробовать. А какая география участников была, возможно, вы знаете? Чемпионат был по России и Беларуси и Казахстану, если не ошибаюсь. На моем конкурсе было порядка 200 или 300 участников. Ого! Вот, и... Ну, я вас поздравляю еще раз. Спасибо. Потому что для меня лично это вообще какой-то темный лес. Я с трудом, там, бывает, открываю какие-то вкладки, мне прям сложно. А вы молодец какой. Почему вы вообще решили выбрать именно эту специальность? Завлекло. Это творческий конкурс, я творческая личность, мне интересно заниматься этим. Поэтому решил себя попробовать. Это для меня новый опыт, новые возможности. Ну, вы давненько, в принципе, занимаетесь веб-дизайном, всеми вот этими красивыми штучками. Сколько лет приблизительно? Еще со школы, наверное, года три. Ледва я занимаюсь этим. Мне как-то это завлекло, и я решил не останавливаться, продолжать. Естественно, не могу вот спросить у преподавателя вашего. Как оцениваете, в принципе, результат? Саму работу вы же видели, как все там было устроено? Ну, вот саму работу, к сожалению, он пока нам не показал еще. Но мы надеемся, да, что мы ее увидим. Ну, я давно уже в науке, в этой профессии, порядка 20 лет. Вот 10 лет заведую кафедрой. Ну, вот я вспоминал, мы там это дело обсуждали на кафедре. Впервые студент второго курса нашей кафедры на уровне IT-планеты завоевал первое место. Это конкурс очень популярный. Мы, по крайней мере, его уже лет 5-6 на кафедре отслеживаем. Регулярно принимают наши студенты участие там. Занимают места призовые. Но есть часть мест, когда приглашают участвовать в финале непосредственно в Сочи. А часть мест, которые вот удаленно защищали, как Александр. Вот. Вот. Но в любом случае это достижение. Вот. Оно обоснованное. Это не случай. Парень занимался в школе очень много. Вот. Пользуясь случаем. Шел к этому. Преподавателей, да, преподавателей школы. Хочу поблагодарить. Мне часто вот выпускники так на втором курсе, это уже это о том, что он и над собой работал. Ну, мы где-то и над ним поработали. Я не исключаю, да, такого. Вот. Ну и в целом кафедра, конечно, вот у нас, скажем так, информационщик. Это люди, на месте которые не сидят. Угу. Профессия обязывает. Вот. Кроме того, кафедра очень, скажем так, опытная, уже зрелая. База очень хорошая на кафедре. У нас только компьютерных классов 6 штук. Вот все специализированные. Кроме того, работает еще второе направление мехатроника и робототехника. Это тоже очень застребованное направление. Это вообще космос какое-то, мне кажется. Да. Ну, информационщики, это сейчас элита. Так. Это та профессия, которая и востребована, и высокооплачиваемая. Да, в принципе, завлекать на эту специальность и не стоит. Не надо, мы просто приглашаем, мы говорим, что, ребята, есть в ЛНР единственная кафедра такая, которая занимается вот выпуском информационщиков. Ну, это наша белая кость, скажем так, вот такие ребята, которые не позволяют себе расслабляться. Мы всегда гордимся имя, они всегда трудоустраиваются нормально. Ну и вообще сейчас вот, я могу сказать, очередь информационщиков требует и организации, и силовые структуры. Это востребовано, это нужно республике. Ну, и России надо помогать, надо долги отдавать. У нас сейчас вкладывает очень много, поэтому надо, естественно, напрягаться, что мы и будем делать. Вот такие продукты, гордишься всегда за них. Александр, вы продукт. Спасибо. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. В общем-то, в принципе, обычно, знаете, как пытаются представители университетов сказать о том, что у них очень востребованные профессии и тому подобное, как бы приукрашая, в принципе, действительность, которая есть. А вот как раз IT-технологии, IT-специальности, это действительно очень замечательная профессия сейчас. Мне кажется, она у всех на слуху, она действительно всем нужна, и очень мало хороших специалистов на самом деле. Потому что, по большому счёту, негде учиться, а вот у вас есть, собственно, такая кафедра. Значит, да, это остро очень ощутила Россия, вы же знаете, там началась цифровизация экономии, так называемая. Без информационщиков — это базы данных, это веб-технологии, без информационщиков там не обойтись. Там правительство даже пошло на то, что информационщикам вводят отдельные льготы, ну, кто интересовался там ипотеку им там немножечко. Поэтому я полагаю, что вот сегодня это будет ещё более востребовано. И здесь не надо, как говорится, гимны петь. Достаточно посмотреть, выйти в интернет, найдите самые востребованные профессии. Любое топ-10, топ-15 профессий вам на первое место поставят информационщиков. Ну и дальше уже пойдут те, кто занимается именно вот в системе IT. Там очень много направлений, подкатегорий. Вот, там сейчас своя школа сложилась, своя структура. Джуниоры, мидлы, сеньоры. Да, это вот уровень оплаты может доходить там у начинающих, у джуниоров, там от 20-25 тысяч. Ну, это салаги, у которых до года там, скажем так, стаж, начинающие. Вот, мидлы, там уже, значит, у них средняя планка. А сеньоры, это волки, свыше 5 лет стаж, опытные ребята. Там по разным сайтам пророчат и 200, и 300, до 600 тысяч заработок в месяц. Вот, ну, понятно, это уже профессионалы, это асы, да. Я думаю, здесь вот эти два фактора, востребованность и уровень зарплаты, ну, комментировать особо не надо. Мне кажется, это самая востребованная специальность сейчас, на мой взгляд, и самая высокооплачиваемая. Ну, сегодня, да, прошла эпоха, очень многие родители поняли, что быть, видим, детям экономистами или юристами, это уже не совсем модно и выгодно. Не совсем обязательно, в принципе, ребенком не тратить. Этот рынок очень специфичен, а вот то, что сегодня на гребне, на волне, с учетом экономической перестройки в России, та же цифровизация, без этого сейчас очень тяжело, очень сложно. Ну, достаточно сказать, по данным интернета, каждый день в России в интернет входит около 90 миллионов человек. Ну, кто поиграть, кто решить вопросы, кто в магазин. Вот, но, представляете, такое количество запросов, их надо обрабатывать, это нужны, соответственно, качественные сайты, хороший интернет. И вот этот комплекс, он в целом и создает вот эту IT-индустрию, которая сегодня помогает держать на плаву общество, на современном уровне держать. Не как-нибудь там, да ладно, что там, телевизор посмотрите, сегодня это уже людей не совсем устраивает. Это да. Уже, уже вы сами видите, и запись в больницу, и купить билет на самолет, и организовать. То есть стремительно этот рынок расширяется. Ну, я считаю, ну, лет 15-20 в перспективе информационщики будут только востребованы и востребованы. Спада не скоро надо ожидать в этой отрасли. Я еще хотела, да, немного вернуться и дополнить, что помимо сеньора, джуниора, мидла и сеньора есть еще высший стаж. Это Тим Лид, это уже человек, который управляет своей командой. У него большой опыт и уже может собирать свою команду и, соответственно, уже выполнять более масштабные работы и гораздо больше проекта выполнять. А вот вы уже, получается, мидл. Каждый будет себя оценивать, понятное дело, ниже, но думаю, да. Ну, я думаю, да, служить из такой победы – это ничего себе. Может быть, может быть, да. Хотя все равно каждый будет себя оценивать, да, все равно ниже и, ну, думаю, мидл точно. Ну вот в дальнейшем, я так понимаю, в будущем вы связываете себя исключительно с этой специальностью? Да нет, я все равно буду экспериментировать, думаю. То есть сейчас мне нравится это направление, думаю, в ближайшие несколько лет я еще буду продолжать улучшать свои навыки, а там посмотрим. Что ж, я не могу не спросить о вступительных экзаменах, которые вот-вот, они уже должны скоро начаться. Давайте проговорим, когда это вообще все будет происходить. Ну вот сейчас впервые мы начинаем по российской программе, ну, мы уже находимся на российских образовательных стандартах 3.2+. Вот то, что озвучивалось, вот у нас недавно был дверь, так называемый день открытых дверей, пригласали всех желающих абитуриентов, там озвучивались такие цифры. Значит, начнутся вступительные экзамены с 16 июня и закончатся 20 июля. То есть компания сокращена резко, вот там есть ряд изменений, которые связаны с оформлением документов, с пожеланиями студентов, так называемые. Вы знаете, у нас до этого можно было на три направления писать три дела, там начиналась дикая бюрократия с этими делами и путаница. Теперь будет на студента заполняться одно дело. Что касается информационной системы технологий, нам добавили новую дисциплину, сделали третий экзамен. То есть поступление к нам теперь будет требовать экзамена по математике, по русскому языку и инфокоммуникационной технологии. По-моему, так назвали третью дисциплину экзаменационную. Это уже заточено чисто под информационщиков. Ну, с одной стороны, вот я могу сказать четко, дети, которые к нам приходят учиться, они уже заточены под эти дела. Я не говорю о том, что они знают компьютер, они работают спокойно с операционной системой, у них уже есть первичные навыки в пользовании с программами. А что касается вот поступления, там уже вот этот третий экзамен, это дополнительный, скажем так, фильтр. Вот человек, если он пришел с нуля, скажем так, слышит, о, а там же информационщики по 300 тысяч зарабатывают. Пойду туда. Пойду информационщикам, да. А раньше ведь до анекдотов доходило, пишет три заявления, мог три, например, он пишет донтист, юрист и экономист. Да, и вот приемная комиссия сидит, ломает, значит, как же даже он все-таки попадет, и что ему там насчитывать и куда. Вот сейчас эти вещи исключаются, то есть нужна конкретизация при вступлении. У нас не так много, я считаю, абитуриента, и вот просто так разбрасываться ими, да куда, да пойду в эконом, да не в экономке, ну пойду в юриспруденцию, не пошел ни туда, ну ладно, пойду в компьютерщики, так уже быть. Сразу можно говорить о том, что ему нечего делать будет вот на ровне с такими детьми, потому что там… С такими продуктами. Да, у него будут очень маленькие шансы, собственно говоря. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились информацией о вашей кафедре. Я думаю, что многим нашим телезрителям, которые вот сейчас вот должны поступать, эта информация очень пригодилась. И спасибо вам за Александра, который побеждает в Олимпиадах. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Горбунов Александр Иванович и Проскуренко Александр Хорошего Богня и, конечно же, Побед и Хороших Студентов. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганске 24.